МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! В США самый большой выигрыш в лотерею полтора миллиарда долларов. И это просто... Затряслись все. Все занервничали. Как всегда, неизвестно имя обладателя. Не говорится, он купил билет случайно в Калифорнии, проезжал мимо, купил билет, и вдруг оказалось, что выиграл полтора миллиарда. Полтора миллиарда. Доллара. Доллара, да-да-да. Вот все эти выигрыши, вся эта лотерея, вся эта система, вся эта ажиотаж. Это ужасно, уже незачем жить. А знаете, сколько историй вокруг этого? Все прошло мимо. Вокруг этого истории самые читаемые. Например, рассказывается о пожилой паре шотландцев, которые выиграли 33 миллиона фунтов стерлингов. И там рассказывается, как у них билетик лежал где-то на камине, пришел друг и сказал, что это у вас там лежит билетик? Проверьте его. Проверили 33 миллиона фунтов стерлингов. И все время вокруг этого истории они самые зажигательные. Они самые такие странные. Странные, да, еще ко всему прочему. Это не выигрывают люди, которые систематически подсчитывают и которые вот знают какие-то комбинации цифр или покупают в одном каком-то месте или там плюют через левое плечо, там делают какие-то, понимаешь ли, там гадания, наговоры. Нет такого ничего. На самом деле это все абсолютно случайно. Вот как судьба дает человеку вот это? Это большое несчастье. С этого момента и далее вся его голова занята, как я этими деньгами буду распоряжаться. То есть это несчастье. Это несчастье. Он не свободен. Если говорить с точки зрения кабалы, то здесь существует огромная ответственность. Что я делаю с той силой, которую я получил от Творца, который он дал мне возможность в этом мире распоряжаться, как я могу ей распорядиться правильно, если у меня маленькие силы, если я маленький человечек, если я там как-то так кручусь в своей жизни, тут немножко нагадил, там немножко что-то сделал добро и так далее. Это все нормально в мелких рамках. А здесь, когда у меня большие силы, и мне эти силы дали свыше, то есть мне Творец дал и сказал, ну а сейчас я тебя проверяю. Испытание. Вот какой ты у меня, да. Как ты будешь распоряжаться вот такими силами, которые ты есть? Вот ты, каким ты сделаешь мир на эти 500 миллионов долларов, или на этот миллиард? Да. И вот здесь вот и проблема. Ну что вот мы видим, эти белогейцы всякие отдают все. Это уходит как сквозь, вода сквозь песок уходит в этой Африке, или еще где-нибудь. А вот если бы вы получили миллиард? Нет. Нет. Ни в коем случае. Ни в коем случае. У меня, может быть, и есть такие возможности. Нет. Это нельзя. Ты должен получать столько, сколько ты можешь оприходовать правильно. Сколько ты можешь использовать, с пользой. Это очень большая ответственность. Для того, чтобы взять миллиард, для этого мне надо сотни тысяч людей, правильно обученных, которые смогут на этот миллиард создавать систему образования, воспитания, переделки всего человечества. Сумма большая. Но, в принципе, для того, что я бы сказал, она очень маленькая. Вот. Потому что перевоспитание человечества, это... Миллиардом не обойдется. Да. Но для этого все равно мы не подготовлены. То есть, я лично, если у вас есть желание сделать мне такой подарок, то я тебя прошу, повремените. Повремените. Спасибо. Спасибо большое.